Как стать IT-специалистом с нуля? Шаг первый. Выберите курс на Яндекс.Практикуме. Например, разработчик или аналитик данных. Шаг второй. Практика, 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 практика и практика. Шаг третий. Не опоздайте на собеседование. Переходите на сайт Яндекс.Практикума и начните учиться бесплатно. Ребятки, смотрите, галерея, видите, такая полупрозрачная. Там на кривках колеса едут. Мне кажется, там классно бы смотрелся для красоты баннер Авиасейлс. Смотри, что сейчас нижний не ходит, а раньше было так удобно. Вагоны выглядят такими весьма компактными, немножечко бочонкие. Но у нас есть Авиасейлс. До нижнего прямые рейсы из Москвы и других городов. Из Москвы вообще час сколько-то летел. Боколос часа. Быстро, очень удобно. Вот там вот классно бы смотрелся. Ладно, к обзору. Поехали. Да, ребяшки, приветствую вас в Нижнем Новгороде. Специальная ссылочка на Авиасейлс внизу. Однозначно рекомендуем. Много мы с вами смотрели разных автодомов. Иностранных, например, Ивека, Ман, Мазда. Также были модели на базе российских автомобилей. Это Нива, Лада Гранта, УАЗ Буханка, даже автобус Пазик. Но все эти автодома сделаны небольшими частными компаниями. И один из самых популярных комментариев от вас. А почему бы не взять и не сделать какой-нибудь специальный отдел на заводе ВАЗ или на заводе ГАЗ, где мы сейчас находимся по производству автодомов. Сегодня у нас обзор из серии «Наконец-то». Посмотрим с вами заводской автодом ГАЗ. Они его сделали. Обзор. Поехали. Николай, здрасте. Приветствую. После вас. Неплохо, неплохо. Куда мы идем? Главную сборочную конвейеру. Четыре нитки сборочного конвейера. Одна из них из среднодонажных кузовиков. На двух собираются газели. Отдельно собираются микроавтобусы и фургоны металлические. Отдельно собираются шасси и бортовые разведки. Давайте ближе к самому интересному. Как дела-то вообще обстоят? Коробка-автомат. Когда у нас идет на ГАЗе? Дела отлично зовут. Дымит над коробкой-автоматом. Точнее сказать, над двухпедальным автомобилем сейчас работаем вообще. Двухпедальный автомобиль? Это у меня в детстве было, знаете, вот так вот. У тебя там ноги не тонут? Работаем над роботом. Это будет не гидромеханический автомат. Это будет робот на базе нашей серийной механической карты. Кирилл, стоя, Акора. Сейчас все, начинается территория завода. Внимание, так, только после вас. Командуйте. Первый образец нашей машины показывает, как на выпуске Комтранс, буквально только месяц назад. Сейчас он такой, это испытание, доводство. С роботом? С роботом, да. А вы этот робот сами сделали? А компоненты? У нас же есть большой инженерный центр. Вообще, вопросов нет, да. С серьезными компетенциями, да? Который сработал, например, автоматическую коробку передач для солидентонарных грузов и автобусов. Мы же ее сейчас выпускаем. Так. Так, нам сюда? На газу, да? Конечно, мы выпускаем на конвейере прямо газоволовные машины. И есть электромодели, если кто не знает. И есть электромодели, они тоже выпускаются серийно с 2021 года. Вот, кстати, отдельно производство. Скорая помощь. Скорая помощь, автомобиль в дежурной части. Причем вот стоит совсем прям новая машина. Духой-то на этой дистанции. Скорая помощь? К счастью, скоро это с небоподвеской. Одна с каждой ошибок с небоподвеской на полу салон с металлопластиковой виблию. Дошли. О, ребяшки, здрасте. Красота. Сейчас небольшая рекламная полка. Переоденемся и продолжаем. Ребяшки, как вы знаете, мы часто ездим в командировки. Приветствую вас в Индии, в городе Лас-Вегас. Приветствую вас в Швейцарии. И вот бывает, уезжаем на недельку и нужно все это добро выключить. 15 светильников у нас, 5 компьютеров, 3 обогревателя импортных. Естественно, все это можно и нужно автоматизировать. Например, с помощью умного дома Hyper. У ребят есть умные розетки, пульты и освещение на любой вкус. Умные лампы, лампы с RGB, светодиодная лента и даже умная камера. Умный дом Hyper совместим и с Android, и с Apple. Есть даже голосовое управление через Siri. А еще гаджеты Hyper работают с Алисой, Марусей, Сбером и другими умными гаджетами. Если у вас уже есть дома, допустим, умная колонка или что-то вот такое, можно дополнить ваш умный дом, например, лампочками Hyper, которые прямо сейчас продаются, внимание, от 399 рублей. Алиса, белый свет. Ух, ярко. Алиса, желтый свет. Больше информации по вот этому QR-коду. Или по ссылке, по ссылке в описании. Однозначно рекомендуем. Продолжаем. Алиса, выключай свет. Вот теперь можно ехать. Да, ребяшки, спасибо, что посмотрели. Специальная ссылка внизу. И небольшой дисклеймер. Забегая вперед, у нас тут не один автодом, а целых два автодома. Там стоит еще одна модель. Совершенно другая по компоновке. Тоже посмотрим. Итак, перед нами заводской автодом ГАЗ. Его впервые представили на выставке Комтранс, кажется, в сентябре. На заднем фоне, видите, стоит такая яхта на колесах, может быть. Можно сказать. Машина сделана на базе ГАЗели НН и несколько интересных цифр. Колесная база 3950 миллиметров. Высота 2,8 метра. Со всеми вот этими вот штуками сверху боксами чуть больше. Но вот, что касается вот этой вот части, 2,8 метра. Ширина 2 метра. А также, внимание, будьте добры, сюда. Длина. Идем. Идем. Так, пока не смотреть. Это самое интересное. Еще идем. Длина 6,9 метра. Это модификация L4H3. На базе вот этой машины делают 22-местные маршрутки, а также грузовики. Но и маршрутка, и грузовик 4,6 тонны. Это категория С. А вот эту машину сделали специально 3,5 тонны. Категория Б. Учились водить вот на этом. Да, можете водить вот такой автодом. Давайте пройдемся по кругу. Во-первых, вот такая вот обклейка. Ну, обклейка, так сказать, индивидуальная. Что захотите, то и можно поклеить. Помните, у нас был вариантик? Да, любопытно. Еще вот такой вот был в Тюмени. Ну, здесь вот сделали вот в таком вот виде. Итак, из того, что не видно. А это на самом деле самое интересное. А подожди, почему не видно? У нас же есть лестница. Так, поднимемся и посмотрим. Чувак, не скрипит. Ни одного постороннего звука. Это уже хороший показатель. Камера заднего вида. Три солнечных панели наверху. Это дополнительный кофр для хранения вещей. Кофр можно сделать больше, меньше, выше, шире. Но конкретно этот сделан в дизайн автомобиля. С этой стороны. Во-первых, есть окошко. Окошко раз. Окошко два. Окошко еще большое. Электричество земли. Приехали на парковку, запитали. Заливка чистой воды. Бак тоже кастомный. То есть, можно сделать прям огромный бак. Можно чуть меньше. Сейчас баки еще внутри посмотрим. Сдвижная дверь. Стандартная, газельевская. И здесь начинается красота, которую мы сейчас еще посмотрим. Кабина. Опа. Вот это было красиво, да? Что-то. Ну-ка, давай еще разок. Электрическая подножка тоже. Многим будет ругаться. Да нафиг это надо. Подножку можно сделать обычную. Механическую. Можно вообще подножку убрать. Можно сделать электрическую. В этой машине демонстрируют все то, что в принципе можно сделать. Маркиза. Причем смотрите, какого размера. Маркиза электрическая. Топчик нажимаете, она выдвигается вот прям вот ровно вот досюда. И более того, к этой машине прилагается не только маркиза, но и комплект выносной мебели. Такой, стилистики автодома. Как у Газели бензобак открывается? Ты не в курсе? Я не знаю. В общем, плечок бензобака, дизель. И там у нас раньше стоял, как вы помните, Каминс. Сейчас стоит другой движок. Ну, о движке еще поговорим, когда выйдет небольшой таздрайв. Кассета туалета. О, нифига себе, как у чему дана ручка. Надпись Dometic. Иностранная техника. Вроде как здесь пытается все заменить на отечественные компоненты. Вот эти вот все вещи, если они заменены с привычных, например, Dometic на что-то вот аналогичное, нужно тестировать в течение года, а то и двух лет в разных условиях, в том числе в минус 30. Как поведет себя здесь, скажем, не Dometic, если здесь будет стоять не Dometic. Хороший вопрос. Но пока стоит Dometic. Сзади повторим, что у нас лестница, которая не скрипит. И паркоп. Самый тревешки интересный. Прошу сюда. Видите, вот там панель идет сверху. Над маркизой серой. У этого автодома подъемная крыша. Вот так, ребятушки, квест. Тут высота потолка не протестирована под эту подъемную крышу. Вручную ее можно остановить на полпути? Нет. Ай, ты. Попробовать можно, это хорошая фраза. Нет, мы сейчас пытаемся угадать, сломает она потолок или нет. И по-хорошему этого бы делать не надо. А на улицу планируете выезжать? Да, конечно. Просто если мы сейчас потолок сломаем, как-то будет, ну там еще кондей сверху просто. Лучше не надо. А было бы красиво, да? Прошу сюда. Ну почему раньше нельзя было вот это сделать и начать продавать в салон и поставить? Ну это же вот очевидно. О, тоже ключи дали. Здесь все привычно. Газовская. Конечно, 2023 год. Вспоминаем вот китайские автомобили. Потом смотрим вот сюда вот. Особенно вот на это. Это не реклама, как вы поняли, да? Вопросики есть. Но это отдельная история. Во-первых, стоимость, да? Вот это все дело стоит прямо сильно дешевле. Это все стандартно газелевское. Ладно, хотя бы монитор поставить, так сказать, комп. Коробка механика. Обычно у нас тут два стандартных таких простеньких кресла. Здесь у нас, видите, модные сиденья, которые разворачиваются вот. Я даже ни разу не пробовал. Мне прям интересно стало. Это вперед-назад. Смотри. А, нифига, отдельно сделано. Это вот так подушка выезжает. Отклонение назад. И смотри, мне нигде даже руку не прижало. Вот газ умеет же делать. Блин, нормально. Все ровненько. Нигде ничего не упирается. Почти бесшумно крутится. Повернули. Причем в любом положении останавливается. Не только в фиксированном вот таком под 90 градусов. Можно даже по диагонали. Раз. Понятно, что в европейских автодомах это уже 20 лет в обед. И то и 30 все это стоит. Но, тем не менее, да. Вот, поставили сюда. Открыли столик. Можно кушать. Давайте посмотрим наполнение автодома в газели НН. Заводского автодома. Готовы? Добро пожаловать. Обычно заходишь вот в автодом такой небольшой и так бум головой упираешься. А тут, ребешки, почти 2 метра. Да, вот не зря я вот так рукой сразу прикладываюсь. Конечно, первый вопрос это материалы и стыки. Газ до этого автодома не строил. Вот эти все нюансы. Вот эти ручки, закрывашки. Вот здесь все стыки. Когда машина едет, когда это автодом, когда здесь такое количество разных вот таких элементов бренчащих. Самое интересное, посмотреть, как это все будет в движении в минус 20 через год. Вот это самое интересное. Ящик раз. Но, опять же, есть вопрос. Во-первых, открывается не полностью. Можно открыть чуть больше, а так раз, башкой прям сюда стукаемся и хлопает. Здесь нужна мягкая резиночка. Здесь нужна, скорее всего, не такая ручка, хотя удобная, кстати. А в автодоме обычно стоит замочек, который прищелкивает вот эту дверь к панели, потому что в дороге вот так оно и будет. Ну, это не серийная модель, не серийная. Естественно, все это можно доработать и поменять. Ящик 2. Ну, тут какое-то пространство оставалось. Ящик 2, зато мягкое все внутри. Молодцы. Еще один ящичек. А это что такое? Я понял, что это. Вот это вот, это лестница, которая ставится вот сюда, вот опускается вниз. И после этого вы можете по лестнице подняться на кровать, которая находится вот там. Но это мы выйдем на улицу, поднимем крышу и посмотрим. Панель управления. Индикация и управление. Никакого ничего иностранного. Ага, ну вот, ватроник. Это не наша техника. Ну и самое приятное. Проход в кабину. Никаких вот этих вот корячиц. Раз. И прошли. Вот тоже, да? Уголок стола. Не клево. Но можно стол сделать, чтобы складывался и туда дальше. И в этом автодоме могут вполне по закону ехать 4 человека. Двое взрослых, двое детей. Лобобое видно, окно видно, здесь видно. Ремни безопасности есть. Столик впереди, можно поиграть, порисовать, что-то поделать. О, смотри, даже под... Вот газ, красавцы. Респект. Подлокотник сделали. Вот это мелочь, а приятно. Сели, едем. И два повстаканья вот здесь. Но спинка не откидывается назад. Ванапу. Как ты поедешь ванапу на такой машине? Проблема. Идем дальше. Ребешки, смотрите. Интересное решение. Обычно фиксированная кровать, а у нас диван. Вы приехали куда-то, нафиг вам кровать. Поспать вечером, вопросов нет. А вот диван тут иметь... Ну, такой, конечно, может быть, не самый удобный. Но можно просто прилечься тут книжкой почитать. Или просто присесть. Круто. Так вот, начнем отсюда. Давайте по порядку. Еще один шкаф. Кухонная зона. Ну вот... Тоже есть вопросы. Ого, как открывается. Нафига. Открывается сюда. Еще открывается. И еще вот здесь вот мусорное ведро. Автодом это всегда какие-то компромиссы. Всегда где-то что-то не суперидеальное. Еще. Еще. Газовый баллон. Плита газовая. Это раковина. Да, две газовых комфорки. И вот это вот, смотри. Сейчас бы отпустил. И нет у нас одной панели. Хорошо поймал. Холодильник. Ветрифриж. Короче, тоже иностранный. Морозилочка маленькая. Скромная. А в автодоме Чанан была еще и стиральная машина. Барабан, смотри, какой дрищевый. То есть килограмма полтора, наверное. Ну, не на скину тут кофту. Можно пару кофт постирать. Здесь, повторимся, сделали вот такое решение с откидной кроватью. Когда кровать не нужна, поднимается сюда. А, вот та самая мебель. Раз, стул. Два, стул. И столик. Мебель выглядит вот так. Выставляется на улицу. Видите? В принципе, довольно органично сделано. Никому ничего не мешает. Множество отсеков. Всегда просят много отсеков. Доп-аккумулятор это для жилого отсека. Здесь вся электроника. Офигенно удобно. Если вы в этом понимаете. И вдруг чего-то нужно починить. Вот все здесь под рукой. Здесь еще отсек. Еще. О, отопитель. Есть отопитель. Еще отсек. Еще. Более того, здесь можно провести мотоцикл или велосипеды. Если вы не планируете ночевать в автодоме, но поехали на природу, здесь можно что-то габаритное. Или сап сюда положить. А, вот еще два шкафа. Слушай, тут что-то шкафов не пожалели. Раз, два, три, четыре. Даже вот здесь делаем сеточки. Какие-то вещи раскидать. И даже вот лампочка есть. О, для чтения. О, какая классная. Теперь, ребешки, переходим к самому интересному. Вы хотите поспать. Смотри, какая огромная кровать. Так, а как лежать? Куда? О, офигенно. Тут даже с ребенком можно поместиться. Итого у нас, смотрите. Раз, два, три. Трое спят здесь. Двое, а может быть даже и трое. Сейчас еще проверим наверху. И если еще кресло переделать, получается раз, два, три, четыре, пять. Семь спальных мест. О, ребешки, идеально. Газ, вы обязаны делать это серийно. И выставлять это в своих салонах, продавать. И давать гарантию от завода. О, сколько мест. А раковина где? Вот есть момент. Раковина не поставили. Зато большая высота. Нет здесь вентиляции. Но это можно поставить. И нет окошка. Ну, да, ну такая. Обычно, знаешь, сверху стоит прям с окном. Клево. Вау. Можно солнечную ванну принимать. Душевая кабинка в полный рост. Если большой бак с чистой водой, можно отлично сходить. Есть туалет. И более того, что самое приятное, дверь очень плотно сделана. Такая толстая дверь. Закрывается. И если вы там что-то сидите долго и делаете дела, это шумно не будет. О, блин, у нас же еще второй автодом. Я уже забыл про него. Пойдем, ребешки, еще второй посмотрим. А, тут уже база другая. Тут у нас уже стандартная кабина. Кресла не откидываются. Естественно, тоже не поворачиваются. И нет прохода туда внутрь. Этот вариант явно будет дешевле. Он бюджетнее. Но проход из кабины в жилой отсек, это настолько удобная и полезная штука. Тут, ребешки, даже говорить не о чем. Ну и тем более, тут база короче. Сейчас посмотрим, что внутри. А, погоди-ка. Это кресло другое. Уже с какими-то вот кнопочками. Да, ну, тут особо комфорта не сильно добавляет, потому что у нас здесь стена. Окно. Заливка чистой воды. Крепление для двух велосипедов. Вот, лестница есть тоже на крышу. Офигенно! Здесь есть специальное место для хождения по крыше. Панель прям слежит. На всем протяжении можно ходить по крыше. Но пикничок здесь, наверное, не устроишь. Хотя это был бы классный вариант. Дальше. Кассета туалета. Это уже смотрели и... Вот, видишь, совершенство это, так сказать, в мелочах. Ага. Ну, уже подъем такой нужен. Основательный. Свет есть? О, смотри. Я уже почти умею всем этим пользоваться. Крючки для одежды. Это типа прихожая. Здесь у нас... Ну, обувь тут вот моя. Сюда явно не поместится. Твои кроссовки кое-как сюда, да? Грязные. Можно поставить. Нужно делать глубже все это дело. Здесь стол. Выносной стол. Также есть вот такой вот шкаф. Вот у нас альков, который уходит вперед. Кровати здесь нет. Это подушки для вот той кровати. Стол опускается. Подушки достаются. Кладутся у нас кровать. Вот это царские хоромы! Ты посмотри! А это что такое? А, это просто полочка такая. Раковина есть. Ну, какая-то вот не самая удобная. Над унитазом. Белый туалет и в полный рост. И окошко есть. Это клево. Окошко в туалете прикольно. Вытяжка за день. Вытяжка есть. И вот такая компоновка. Кроватка вот здесь. Стол вот. Уже здесь опускается. Подушечки кладем сюда. И здесь у нас кроватка для детей. А также для двух взрослых, которые успят отдельно. Друг от друга имеется в виду. Раз и два. И это у нас поднимается. Здесь аккумулятор, отопитель и электрика. И вот это вот тоже можно опустить. Есть идеи? Короче, это опускается. Вторая кровать превращается в спинку дивана. И можно вот здесь вот съесть обедать. Но теперь самое интересное. Тест-драйв. Как это все едет? Гремит, не гремит. У нас есть специальный человек. Даже два человека. Которые нам сейчас расскажут. Что-нибудь и покажут. И прокатимся. А подножка ваша или купленная? Уезжающая. У нас там от автобуса стоит. От школьника или что? Нет? У нас вообще есть же. На школьных автобусах. На школьных автобусах. Так, у нас небольшой тест-драйв. Первый вопрос, Николай. Да. И самый главный. Мы начали с того, что наконец-то заводской автодом «ГАЗ», который не пойдет в серию от «ГАЗа». Это, блин, почему? Здесь ответ на самом деле простой. На волне высокого интереса к внутреннему туризму сейчас мы хотим показать предприятиям-доработчикам, которые специализируются на мелкосерийных подобных машинах заказных, что «ГАЗель» – это прекрасная основа для постройки действительно классного автодома. Я ведь, кстати, не спросил, как ваши впечатления вообще. Машины понравились? Наши впечатления перекрывают то, что вы с такими мощностями, цехами, квалифицированными вот специалистами не откроете вот цех, вот у вас там здание на реконструкции, чтобы сами делать. Потому что ребята вот эти, у которых мы бывали в гостях, они не могут выпускать действительно массово. Дело в том, что… У них 5 машин в месяц – это мало. Это мало. А вы можете выпускать 300-500. Нет, у нас завод заточен на массовое производство. Автодом – продукция штучная. Каждая машина создается по индивидуальному проекту. Каждый покупатель такой машины хочет ее кастомизировать, создать, что-то добавить для себя. Это не та машина, которая может выпускаться на конвейере. Поэтому мы… Вы сейчас рассуждаете, как Форд, когда они хохотали, смеясь над Феррари. Да мы в день делаем столько же машин, сколько они там в год. Мы должны мыслить, как Феррари. Феррари делают меньше машин за год, чем мы за день. Однако же они стали участвовать в Лимане и выиграли нашу гонку. На самом деле у нас есть такое подразделение производства специальной техники ПСТ. И как раз вот те скорые помощи и автомобили дежурной части, которые вы видели сегодня в цехе, это вот их продукция. Принцип организации работы на этом участке тот же конвейерный, что и позволяет делать эти машины тоже в большом количестве. Автодом туда не вписывается. Николай, вот честно, между нами, вообще, это звучит, как отговорно. Это если захотеть, а люди хотят, люди просят, потому что людям... Мы готовы, мы готовы найти сейчас партнера. Партнерный сель. Конечно. И цех ему варенду сдать через дорогу, чтобы вот эту логистику сократить. В Нижнем Новгороде очень много компаний, которые так или иначе связаны с автомобильным бизнесом. В том числе здесь очень много компаний-доработчиков. Какой-то особой спецификации поставлять заготовки, машины-комплекты от автодома, мы готовы. Вот, кстати, мы же сейчас именно в такой машине находимся, да? Это фургон изначально с самой-самой большой, сверхдлинной колесной базой, как раз заготовка под автодом. Вот мы такие машины готовы выпускать специально, в том числе. Вот такие проекты. Вот это кто проектировал? Кто вот это все сделал? Проектировалось все здесь, в инженерном центре. Да, вот мы сейчас подъедем как раз к инженерному центру. ОИЦ, объединенный инженерный центр. Вот, кстати, как раз я говорил про новые скорые помощи. Вот две машины готовые. Односкатная шиновка. Мы их начали делать на этой неделе. Вы в цехе сегодня видели еще, по-моему, четыре, как минимум, данных. Вот этих шесть. За первую неделю. Вот этих шесть, а потом у вас руками отработают на следующей же неделе. Ну, то есть, вот таких планов точно пока нет. Какой-нибудь там рядом. Каждый должен специализироваться. Тут ничего не пропадает. Тут все реконструируется, и всего есть применение. Но приходим и маленькая компания сидит, да, дорабочая, как вы говорите. Сегодня вот они сидят, а завтра они вдруг и не сидят. А ГАЗ-то никуда не денет. ГАЗ никогда не работает с компаниями, которые вдруг и не сидят. У нас так не бывает. Наши партнеры всегда проходят очень тщательную проверку. И когда мы убеждаемся, что эта компания надежная, вот тогда мы с ней работаем. Так, у нас тут Cummins, кстати, движок, да? Да. Всю еще. А сейчас уже тянет хорошо, хорошо. Тот тянет ни разу не хуже. Но вы не хуже. Так же уверенно. А ну, ваш движок дизельный. Я предлагал за нас взять машинку, покататься на улице на том движке. Вот в следующий раз приедете снимать производство, выдам сразу на ТЭС на улице машину с новым мотором. Ваш дизельный двигатель. Да, вот это попробуйте, покатайте. Так, а что, все, приехали? Стоит сказать, что громыхало меньше, чем вы думали. Потому что у вас дожимов-то нету на ящиках, а должны быть в автодоме. Даже в этом варианте у вас уже неплохо. Что-то все, отвалю, отвалю. А, это вот, да. Уже неплохо. Ну, давай, надо делать. Надо делать. Мы первые шаги к этому сделали, я бы, да. Хорошо. Так, крышу. Нужно поднимать, да, давайте. О, кстати, ревешки, слипбокс. Вспомните, мы такой показывали. Там кровать. Забираемся. Закрываем люк. Все. Ровный пол. Ничего не мешает. Можно сидеть. Так, ревешки, продолжаем попытки. Машина долго стояла. И батарея, которая питает внутреннее оснащение, вот для света хватает. Но моторы мощные. И не хватает мотору вот начать движение. Вот эта история с машинами, которые стоят по месяцу. Они не должны стоять. Они должны производиться, продаваться и ездить по стране. Наверное, и не получится. Ну, короче, ревешки, выглядит это вот так. Ну, ревешки, вот такая вот история. Что-то где-то не сработало, но это тестовый, тестовый образец. И вот мы, конечно, обеими руками за то, чтобы компания ГАЗ. Вы уж, пожалуйста, ревешки с ГАЗа. Имейте в виду, что было бы неплохо вот это покупать непосредственно от ГАЗа. То есть в автосалон ГАЗа прийти. И вот там такое в разных конфигурациях за адекватные деньги можно купить. На гарантии пользоваться, путешествовать. Огромное спасибо заводу, что пустили нас прямо на территорию поснимать, покататься и посмотреть. Заводской автодом ГАЗ. Ждем ваших комментариев. Увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok